Приветствую любители Москвы! Вы смотрите передачу обозрения московских храмов. И это Богородский район, восточный округ Москвы. И в этом районе находится всего лишь один приходской храм, общедоступный, который называется Храм Преображения Господня в Богородском. Вот видите, как интересно, район называется Богородское, а храм в честь Господа Иисуса Христа, то есть Храм Преображения. Казалось бы, храм-то должен быть тоже в честь Богородицы, какой-нибудь Богородичный праздник, видение, либо успение, либо еще какое-нибудь. А храм в честь Богородицы. Дело все в том, что когда-то здесь неподалеку находилось, помимо села Богородское, также находилось село Алымово. Это вообще едва ли не самое древнее поселение на этой территории, на этой земле. И в нем был храм Успения Божьей Матери. Еще там 16-17 века он стоял, может даже и раньше. И вот именно по этому храму как раз и район стал называться именно Богородским, потому что храм Успения Божьей Матери, Богородицы, поэтому и район Богородский. Ну а этот храм в честь Преображения построили уже значительно позже, во второй половине 19 века. Здесь вот селе Богородское, которое вот в этой местности находилось на берегу реки Яуза, который там рядышком протекает. Ну не совсем прям рядом, но на некотором отдалении, может быть метров 300-400, если по прямой отсюда. Вот это Красно-Богатырская улица, ну собственно по которой как раз и числится этот вот храм. И здесь именно когда-то находилось вот село Богородское. А также дачи, так сказать, московских людей. Дело в том, что эта территория москвичей, территория она до начала 20 века была под Московием. Село Богородское вошло в состав Москвы в 1902 году. То есть чуть более 100 лет эта территория стала московской. Ну собственно вот этот храм. И кстати, в общем-то здесь, ну храм, вот этот храм, он был построен непосредственно во второй плане 19 века. Освящен был в 1880 году. Но до него на реке Яузе, здесь в этом селе Богородское находилось еще храмы. Но они были старые, деревянные и они до нас не дошли. Причем они находились по другую сторону. Вот это вот Красно-Богатырская улица, там ближе к реке Яузе, которая здесь протекает. Вот здесь вот видите сейчас, ну казалось быть, пустое место, автостоянка. Там уже более старая застройка. Видите, дома советские. А вообще здесь, вот когда храм строили, рядом были одни деревянные дома. То есть просто было обычное село, жили крестьяне. Потом появились бараки уже в советское время сначала. Тут довольно много тоже в этой местности находилось. Так что вот среди них этот храм смотрелся довольно-таки органично. Сейчас он смотрится как-то несколько, конечно, выбивается из ряда вод. Вот, да, скажем так, несколько архаично даже смотрится, да, на фоне современных построек. Вот пожарная часть. А раньше там вот были, ну, когда-то дачи, а потом были предприятия на Яузе. В том числе завод Красный Богатырь знаменитый, который выпускал резиновую обувь. Но он вырос еще из резиновой мануфактуры, которая появилась здесь еще тоже во второй половине 19 века. Рядом находилась красильная фабрика и чуть подальше тоже еще предприятие было. Ну, в общем, довольно много было предприятий здесь вот находилось в этой местности промышленных предприятий, которые появились в 19 веке. Ну, сейчас-то они все связаны бизнес-центрами разными. Ну, сейчас бизнес-центр вилла Рива какая-то там, да, которая на месте завода полиграфической фольги появилась. Ну, а на месте завода Красный Богатырь там, в общем-то, ну, считается как бизнес-центр Красный Богатырь. Ну, на самом деле он не столько, ну, бизнес-то бизнес, но там не только офисы. Там на самом деле много магазинов всяких, салонов разных, так сказать, каких-то мероприятий там проводятся. Ну, и офисов, конечно, тоже хватает. Автосервисы есть. Так что там сборная солянка такая. Скорее, я бы сказал, такой многофункциональный комплекс в постройках бывшего завода, который выпускал. Вот, это миллионные улицы, которые названы, в общем, совершенно непонятно зачем. Это название перенесли с улицы, которая проходила рядом с миллионным мостом, который был построен за бешеные деньги. Собственно, Акведук, Матического водопровода. И находилась эта улица в районе Ростокина. Потом там это рядом, собственно, с Акведуком. Потом там улицу упразднили, ну, ликвидировали. И название зачем-то просто взяли и перенесли, чтобы его как бы не потерять. Зачем-то перенесли сюда. Совершенно другой район, другую местность. Ну, и вот решили назвать эту улицу тоже миллионной. И вот этот храм, он как раз находится между двумя улицами. Красно-Богатырский и вот этой миллионной. Вот, видите, здесь трамвай проезжает. Несколько маршрутов трамвайных туда-дальше. Как раз там бывшая конечная Богородская. Но там раньше конечная. Сейчас там трамваи фактически как техническое кольцо. Они дальше едут в сторону метро Бульвара Косовского. Ну, и дальше метро Городок. Те районы. Ну, вот. Итак, храм этот был построен в 1880 году. И, что интересно, он деревянный. Деревянный. Но он, правда, на кирпичном фундаменте. Вот. Деревянный храм у нас практически не сохранилось. Но вот этот храм один из немногих, который остался вот в 19 веке. Ну, это вот так называемая просфорная, где просфора готовят для богослужения. Ну, а в целом такое, в общем, строение, в общем, служебное, скажем так. Так же, как и рядом находящийся. Тут довольно такая тоже большая территория. Вот. Видите, храм деревянный. Поэтому он, кстати, довольно много раз горел. В том числе. Он никогда не закрывался, этот храм, что интересно, кстати. Вот. В советское время не закрывался. Ну, попытки были закрыть. Но, что интересно, вот на защиту этого храма встали рабочие вот этого завода красный богатырь. Ну, может показаться странным. Как-то рабочие встали наоборот. Рабочие-то они как раз были в авангарде борьбы с храмами. Они-то как раз и закрывали по их инициативе, по их просьбе. Да. Они, как правило, такие вот были неотесные, необразованные. Да. Часто безбожники. А тут вдруг они вот воспротивились. Ну, видите, дело в том, что рабочие, это бывшие, видимо, крестьяне, которые здесь вот жили и ходили в храм в этот вот. И потом, да, многие пошли работать на эту фабрику, мануфактуру, потом на фабрику красный богатырь. Но в душе они остались верующими и, соответственно, вот они были против. Видите, здесь даже есть даже детская спортивная площадка прямо на территории этого храма. Ну, чтобы, соответственно, родители с детьми, которые сюда приходят в храм, они могли проводить здесь вот тоже свободное время. Там, чтобы как-то, ну, детям тоже часто скучно бывает, они все понимают. Хочется им побегать, попрыгать. Ну, вот тут такая возможность есть. Вот это, я не знаю, что такая залуковичная глава. Ну, видимо, может, раньше была. Скорее всего, видимо, была когда-то на храме. Но вот сохранилась и вот с тех пор. Ну, видите, храм одноглавый. Вот. И в нем, как видите, два предела. Справа и слева. Один предел, кстати, богородичный, между прочим, Тихвинская икона Божьей Матери. Вот. Один предел. А второй предел, он как бы в честь двух святых посвящен. То есть, он посвящен Алексею, святителю Алексея Московского, митрополита, да, и Илье Пророка. Вот. То есть, он как бы такой двойной посвящен. То есть, предел один, но в честь двух святых. Ильи и Алексея. А второй один, Тихвинская икона Божьей Матери. Правый Илью. Вот эти пределы их пристроили в самом-самом конце 19 века. То есть, если храм построили в 1880 году, то пределы вот уже 96-98 годы. Расширили храм, два предела построили. Кстати, сначала храм изначально был несамостоятельный. То есть, он принадлежал храму Ильи Пророка, который находился вообще даже не здесь, а довольно-таки далеко отсюда, село Черкизово. Ну, вы знаете, храм, известный на пруду архиерейском, знаменитый храм на Большой Черкизской улице. И вот священники оттуда ходили сюда, вот в этот храм служить. И если летом это происходило фактически каждый день, то зимой были проблемы, поэтому богослужения здесь были не часто в этой церкви, только по праздникам. Вот, ну, может, воскресенье там, и то, может, не каждый раз, но и праздники, и большие церковные праздники были. Вот, ну, а потом, то есть, он был такой вот именно сюда, приглашали священников. Ну, а потом стал самостоятельным, прислали сюда уже священника, вот, так сказать, на постоянной основе. Первым настоятельным здесь был священник Александр Колочев. Вот, в принципе, ну, вот такой храм, и потом уже все-все, храм стал самостоятельным. То есть, он неприписной стал. Вот, а потом самостоятельным. Ну, вот, сам храм, как вы видите, он хоть и деревянный, кстати, из-за этого он несколько раз горел, вот, и если в советское время, ну, в общем-то, пожары, судя по всему, были специально сделаны, то есть, это были поджоги, в частности, был довольно большой пожар в 1554 году, когда погибло вообще все убранство, все иконы, кроме иконы, Тихвинской иконы Божьей Матери, чудотворные, ну, иконы святителя Николая Чудотворца. Вот, ну, а вот пожар в 2004 году, то есть, буквально 20 лет назад, ну, тут вроде как было замыкание проводки. Не похоже на то, что был поджог, скорее, все-таки это было и на замыкание. Ну, как видите, храм довольно просторный, несмотря на то, что он деревянный, деревянный храм обычно бывает небольшие, маленькие, как мы видели, ну, еще увидим не раз, я думаю, вот, ну, вот этот храм большой, вот, ну, конечно, понятно, может не сравнить с большими храмами, но вы все-таки имейте в виду, что храм-то был построен в конце 19 века, когда здесь народу все-таки было не так много, как сейчас, потому что таких многоэтажек вокруг, и их, ясное дело, не было. То есть, все-таки были дачно-деревянные дома, где жили крестьяне местные, ну, и дачники московские, поэтому все-таки народу сюда ходил, может, и много, но не так много, как сейчас. Вот, поэтому это тоже надо понимать, что храм все-таки строился, исходя из тех потребностей, которые были тогда в конце 19-го, там, в начале 20-го веков, то есть, до революции еще, так сказать, ну, скажем так, более 100 лет назад, вот. Ну, сейчас, да, сейчас, конечно, здесь один храм на весь район, и, конечно, его действительно во время богослужения буквально распирает очень много бывает здесь, конечно, народу. Ну, сейчас, да, когда богослужений нет, то, наоборот, довольно просторно, пожалуйста, вот, как говорится, это самое, ходи, рассекай, ну, а когда, конечно, службы, то бывает народу много. Ну, что касается каких-то святынь, то здесь, вот, в общем, почитается икона Николая Чудотворца с житием, она находится, правда, в алтаре, ну, также и Тиконская икона, я уже говорил, чудотворная, также еще икона Смоленская Божья Матери, Иерусалимская, Всех Скоробящих Радостей, то есть, видите, несколько икон Божьей Матери, также пророка Илии, естественно, да, поскольку пределы Илии пророка, вот, также Серафима Саровского, и Яхропская икона также есть, ну, вот, наверное, может, в меньшей степени, но тоже такие довольно чтимые иконы. То есть, икон, в принципе, тут довольно много, вот, и среди них есть, в общем-то, старые иконы, и довольно почитаемые здесь в приходе. Ну, может, каких-то прям великих святынь здесь нету, но в целом, конечно, храм такой намоленный, старый, вот, и, в общем-то, несмотря на то, что он, в принципе, такой довольно вместительный, но при этом он в то же время и камерный, такой довольно уютный храм, ну, во-первых, деревянный, потому что, ну, и довольно старый, ну, и не очень большой в любом случае, да, хотя, как видите, все-таки пространство здесь немаленькое. Такой вот коридор соединительный, разные пределы, вот, правый предел это в честь как раз Тихвинской иконы, вот, справа, если взять, да, вот, там Тихвинская икона, а слева это как раз вот Илии пророка и Алексея Московского, святителя. Вот, ну, вот, рядышком находится здесь при входе церковная лавка, да, вот она тут, справа, ну, сейчас справа, а если сразу войти в вход, тогда получается слева, вот она здесь вот. Здесь можно, кстати, купить книжку про этот храм, и, кстати, довольно большая книга, такая толстая, вот, иллюстрированная, можно узнать много об этом храме, и при этом она недорогая, по-моему, всего рублей сто стоит. Ну, и также магнит продается, можно взять магнит, так что вот об этом храме что-то можно и почитать, и сувенир на память купить, в общем, там, по-моему, даже какие-то кружки с изображением храма. Ну, то есть, что-то все-таки есть, но поскольку храм все-таки старый, то уже такая история большая у него, да еще единственный фактически такой вот приходской большой храм вот в этом районе тут, и информации о нем, в общем-то, довольно-таки много и в интернете, и в книжке можно почитать. Вот. Ну, видите, храм расписан, причем даже и потолки, то есть, стены, все это тоже есть, росписи тут довольно тоже много. Ну, вот один из священников этого храма. Ну, тут несколько священников, так что, в общем, возложение бывает фактически каждый день. Ну, такая информация при входе, небольшой коридорчик. Ну, вот, собственно, такая вот территория вокруг. Кстати, храм деревянный, и я уже говорил об этом много раз, да, и, в общем-то, такой, ну, может быть в стиле эклектики, вот, видите, книжка, и Багнит еще покажу тоже. Вот, в стиле эклектики, ну, с некоторыми элементами новгородские постройки, такой круглый шатер с двумя ярусами сводчатых полукружий, ну, храм одноглавый, как видите, бревенчатый, но на кирпичном фундаменте, и с луковичной главкой такой. Вот. Рядышком, кстати, находится вот эта сторожка, которая фактически одновременно построена с храмом, ну, и рядом там еще дом был Алексея Добросердова, священника, который тут служил в советское время, и который во многом благодаря которому, а не только по инициативе рабочих завода Красной Богатрии, этот храм был сохранен. Его очень любили жители соседние, вот, и они очень... Его можно было часто встретить тут около храма, на улице вот он ходил, и многие просто к нему прям бросались, брали благословения, но, в общем, очень сильно его любили здесь, вот. Ну, кстати, вот новый иконостас, после пожар, две, вот, были переданы из хранилища Троица Сергея Лавры, вот, в том числе и села Переделкино, тоже иконостас был позолоченный, перенесен сюда, который сейчас как раз находится в храме. Патриарх Алексея Первым еще, не второму, а первому, именно. Ну, также воскресенье школа, вязкие кружки, помощь, все как обычно, в общем-то. Такая вот, миллионная улица, здесь, кстати, находится трамвайная основка, так что доехать до этого храма, в принципе, очень легко от метро, ближайшее метро, это Преображенская площадь, и дальше на трамвае, вот, через Красную Богатырскую, по Чищейсю улицу, и вот здесь поворотный, миллионный, и прямо здесь остановка находится, можно выйти. Можно пешком дотянуть, довольно далеко. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok